Как же я ошибался, когда говорил бойцам, что гитлеровцы сидят в глубоких норах. На высоте были вырыты глубокие траншеи, обшитые досками, просторные блиндажи, выложенные бревнами с оборудованными амбразурами для стрельбы. В глубине была сооружена целая казарма с нарами, электричеством. В общем, враг располагался тут, как на благоустроенных зимних квартирах. После боя на высоту 81,9 дивизия с боями продвигалась к Большой Лепетихе. Несмотря на то, что фашисты оказывали упорное сопротивление, цепляясь за каждый курган, взгорок, темп наступления был высоким. Даже орудия сопровождения отстали от боевых порядков. Артиллеристам приходилось самим тащить их. А грунт в те дни, несмотря на февраль, был вязким. Нелегко было и моим пулеметчикам. Нужно поспевать за стрелками, а Максим не винтовка. Беспокоил меня постоянно пункт боепитания. Подносчики боеприпасов валились с ног. В схватках с отступающим врагом гибли люди. Я постоянно выискивал варианты замены вышедших из строя. Особенно сложно было заменить наводчиков. Часто за пулемет ложились командиры взводов. И сам по-прежнему вел огонь. Когда кто-то из наводчиков получал ранение или погибал. К Большой Лепетихе батальон вышел к вечеру. Она, охваченная пожарами, дымилась на холмах у самого Днепра. Враг сделал артнолет. Начал контратаку. Бойцы, распластавшись на сырой земле, открыли дружную стрельбу. Максимы уложили первую цель гитлеровцев. Но трудно пришлось бы нам, если бы артиллеристы не открыли заградительный огонь.